На пресс-конференции спикеры не раз упоминали о том, что уплата налогов – это конституционная обязанность гражданина. Представители Федеральной налоговой службы подчеркнули, что имущественные налоги формируют доходную часть муниципальных бюджетов. Журналистам подробно объяснили о порядке предоставления налоговых льгот, о сроках и уплате имущественных налогов, о декларационной кампании физических лид за 2015 год. Ежегодно с 1 января по 30 апреля Федеральная налоговая служба информирует тех граждан, кто обязан отчитаться о полученных в прошедшем году доходах. Так как в этом году 30 апреля выпадает на выходной день, последним днем для подачи декларации без штрафных санкций будет 4 мая. В обязательном порядке представляют декларации следующей категории наших граждан. Это индивидуальные предприниматели по доходам, полученным от осуществления предпринимательской деятельности. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты. Даже если вы не являетесь ни предпринимателем, ни адвокатом, ни нотариусом, но оказывали услуги по частным урокам, няни, сиделки, помощницы, вы также обязаны задекларировать свои доходы. Налоговая декларация может быть подана лично или через представителя на основании нотариальной доверенности, а также может быть направлена в налоговый орган по почте. В связи с этим, в целях своевременного учета налоговых льгот и корректного исчисления налогов за 2015 год, на основании принятых органами местного самоуправления Одинцовского района, а также в соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации, документы для предоставления льгот необходимо налогоплательщикам подать в инспекцию до 1 февраля. На основании 409 статьи Налогового кодекса срок уплата налога на имущество физических лиц установлен не позднее 1 декабря. Каждый владелец недвижимости получает налоговое уведомление. В том случае, если земельные участки находятся на территории подведомственной одному налоговому органу, но в разных муниципальных образованиях налоговое уведомление будет сформировано одно, но квитанции на уплату земельного налога будет несколько. С перечнем льгот, а также вычетов, предоставляемых в соответствии с законодательством, можно ознакомиться в Налоговом кодексе, а также в решениях Совета депутатов в зависимости от территории, на которой расположена собственность налогоплательщиков. Кроме того, начиная с 1 января 2015 года, физические лица обязаны сообщать налоговые органы о наличии у них объектов недвижимости и транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения. Неполучение налоговых уведомлений не освобождает граждан от уплаты налогов. Поэтому во избежание неприятных встреч с приставами заблаговременно нужно позаботиться о погашении долгов по налоговым платежам. Также следует напомнить, что несовременная уплата налогов влечет за собой не только дополнительные расходы на уплату пени, которая составит 1,03 ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа, но также и уплату госпошлины и исполнительского сбора службы судебных приставов. Хотелось бы напомнить еще функциональные возможности интернет-сервисов ФНС России. Это личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и сервиса заплати налоги, который позволяет узнать сумму задолженности и оплатить налоговые платежи. В конце пресс-конференции инспекторы напомнили о том, что налоги необходимо платить вовремя. Последствия неуплаты имущественных налогов, установленных законодательством срок, влекут за собой применение меры принудительного взыскания за должности. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok